Я знаю, город будет! Я знаю, садут свесть, когда такие люди у нас в России есть. Вот так, немного перефразируя у строки Маяковского, можно сказать о Леониде Твердохлебове. В его фамилии весь он, ответственный, волевой и целеустремленный. Сегодняшний выпуск программы из цикла «Такие разные люди» посвящен почетному жителю Щелковского района, строителю Леониду Твердохлебову. Здравствуйте, Леонид Андреевич. Добрый день. Добрый день. Пусть вы его будете на вашей родной, вашей, я так понимаю, любимой Щелковской земле. Ну да. Хочу, чтобы вы рассказали, как вы сюда попали, в район, как это произошло, когда. Ну, это достаточно простая версия. Хорошо работал в Волгоградской области, там строительные организации мощные, пришлось работать во многих районах. Потом друг мой, Володя Донсков, улетел в Подмосковье трудиться в Раменском районе. И звонит, звонит, говорит, приезжай, 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 приезжай. Я говорю, ну ладно, приеду, посмотрю. Он меня потащил к председателю исполкома. Кто-то и говорит о Раменском. Потом главой района стал. Часто общались. Говорит, что приехал-то? Ну как что, передовым методом строительства овладеть. Нести свою лепту в строительстве жилья в Раменском районе. Они засмеялись, говорят, ну продуманы. Ну и мы приехали. Я два года работал в Раменском районе. Строили жилье и дома. А потом меня пригласили снова по самому авиастрой строить в Истринском районе там базу для министра авиации. Ну, жилье такое было, частное, там нам платили за это. Это Истринский район уже, да? Да. То есть условия такие, как... Получил в течение года квартиру. А тут в Щелкове, в СМУ-19 гражданской авиации, воспылала любовью. Я же пришел начальником участка туда, подвистов. Они меня через два месяца главным инженером делают. И засиделся я там главным инженером несколько лет. И потом в Щелкове я сел. Получили квартиру в 80-м году. Становление такое, как, в общем, будем говорить, уже политическая деятельность, это все связано со Щелковым. Там строительство такое на уровне начальника участка, начальника отдела. Выборы в 90-м году. Ну, городской совет, партийный комитет 27-го треста. Вдруг Шкатальпортком приезжает ко мне и говорит, надо пойти на выборы депутатов района. Я говорю, да я же не по той части. Не политика, мне там строить надо, вот такие вещи. Ну, ладно, давай, иди. Ну, делать нечего. Пошел. Один раз я сходил на встречу с народом. Видно, им понравилось. Хотя соперник у меня был управляющий трест там 27 лет. Ну, я, чтобы не подставлять его, думаю, что я буду там за него стараться. Так пусть выходит. А люди взяли и избрали меня в Совет депутатов. И дальнейшая работа получилась такая же непредсказуемая. В Совет депутатов Николая Гаранькина избираем уже в Совете депутатов. Председателем исполкома. Председателем совета Гаранькина, извиняюсь. А надо председателем исполкома выбирать. Ну, и меня выдвигают строители. Я ругаюсь, сижу в зале. Они голосуют и включились в список кандидатов в городской совет. Не в городской совет, а председателем исполкома, извиняюсь. Испугались руководители. Тогда еще район был такой сложный. Это время вообще непростое, я так понимаю. И они подумали, что я смогу победить городской совет партии. Ну, я вышел на трибуну, меня попросили, хорошо, вышел на трибуну, сказал, я извиняюсь, я не по этой части. Я снимаю свою кандидатуру, потому что мое главное дело – это работать и строить. А заседать, заниматься политической борьбой – это, ну, не мое дело, не так мне интересно. Ну, со спокойной совестью пошел на следующий день на работу. Вдруг меня находят и в исполнительный комитет, в городской совет. Предлагаю должность заместителя председателя исполкома. Я говорю, я должен посоветоваться с ребятами, со строителями. Мы собрали, там есть авторитетные ребята, как всегда, человек 4-5. Я говорю, как быть? Они говорят, надо идти, потому что если не пойдешь, притащить какого-то нового. А нового притащат – это целая история с географией. Ну, я прихожу, говорю, я согласен. Ну, таким образом пришел, я бы сказал бы, в политику, потому что этот период времени характерен был большой, такой конструктивной борьбе и смене поколений политиков и перестройкой развала. Ну, не развал, а развод организаций разных, сложный, честно говорю, сложный такой период времени. Я оказался в исполкоме. Ну, дали мои все такие полномочия строительства, распределение жилья, земляные дела, лесные. Ну, справился. Это было в 90-м году. До 96-го года я работал вот 6 лет. Заместителем? Заместителем, да. То есть за эти 6 лет у вас была возможность узнать и изучить, как следует, я так понимаю, хозяйство Щелковского района? Если оно было действительно… Ну, экономика мощная была и тогда. Район был один из передовых в Московской области. Мощный предприятие, которое работали здесь. Многотысячными коллективами. Вы видели, как это все разрушается? Я бы сказал вот таким образом. Может быть, и видел, но у меня не было времени размышлять на эту тему. Нужно было решать вопросы. Ну, например, если мы выдавали продукты, мы выдавали продукты. Если у нас было предприятие общепит, если мы кормили людей, сами то, чем заниматься не должны, то, конечно, об этом много говорят, что развал, разброс и так далее, и так далее. Каждый период времени, он по-своему понятен и по-своему проблематичен. И не мы, они одни, и в Европе такая фигня происходит. Да. Поэтому спокойно надо относиться, не бояться. Очень важно уметь общаться с людьми. Если принцип, что ты прав, я прав, ты дурак, как это в Любе говорит, то это никакие рамки не идет. Надо знать тему и стараться помочь людям. Я думал, вот, ехал, думал. А что самое главное у руководителя, предположим, в работе с народом? И да, сам себе отвечаю. Быть честным, быть честным человеком. И стараться помочь им и любить их. Все. Все остальное, если ты, как бы, вот таким образом пытаешься работать и решать, не по принципу стучать там и все. Хотя меня там, я знаю, про тунисты в газете пытались увлечить в том, что я там иногда сквернословил. Но бывает так, что человеку достаточно одного слова сказать. И он все понимает. Вот тот, который не понимает и продолжает гнать всю линию, вот он требует особого внимания. Ну, таких мало было. Люди поверили. И в 96-м году, когда были объявлены первые выборы руководителей муниципальных районов, у меня тоже тут ситуация была интересная. Николай Петрович Пашин был же председателем. То есть ваш непосредственный руководитель? Да. И объявил, ты работай как на себя, я не собираюсь там идти на выборы, я буду наукой заниматься. Чем он на самом деле и занимается. Давай ему трудись. Идет вдруг выдвижение, он приходит на оперативку и заявляет, что он пойдет на выборы. А, вдруг поменял свою точку зрения, да? Пойдешь, так подъешь. Тогда я ухожу, иду на выборы. Я написал заявление. Ну, не на выборы, а на отпуск, связанный с проведением выборочной кампании. Выборной кампании. Потому что сразу уходить нельзя. А вдруг не попадешь в волну. Там хоть защита социальная есть. Ну и получилось все. Три раза потом, три раза ходил на выборы. Три срока, я знаю. Двенадцать. Вы уже были уверены в том, что вы пойдете, и что у вас есть возможность, и варианты решений, и дела, которые вы хотите сделать. То есть вот сейчас это называется программой. А тогда вы понимали, за что... Программа тоже была, называлась программой. Программа. И тогда, и сейчас. То есть вы уже сформулировали ее для себя. Вы понимали четко, что вы будете делать в районе? Ну, опыта выборной кампании не было. Но друзья пришли, как психологическая поддержка. Ну, а опыт общения шестилетней, его же никуда не выбросили. Честно, да. Я нашел наиболее подготовленным кандидатом с точки зрения знаний, с точки зрения вот права какого-то там претендовать на что-то. И люди появились там. Столько народу мы открыли приемную мою. И столько людей появилось, которые пришли. Но это всегда бывают люди, которые не называют это недовольными. Это люди, которые думают по-другому. Эти люди решили прийти ко мне на помощь. И там целая команда была. Без денег, без всего. Ну, мы там пирожки, там, сюда чай попить. И веришь, все получилось. Эти люди в вас поверили? Эти люди вам поверили? Ну, они доверились. Не поверили, а доверились. Вот сейчас президент показывает, он говорит, когда мне выбирали, я обещал это, 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 это. Я должен сделать. Но я понимал, что перестройка района в Московской области, район, там тяжело уже был, губернатор. Перестройка вся, она помогает, работает на мои предложения, имиджевые, о том, что нужно делать. Ну и программа. Научился обращаться к людям хуже. Надо было формировать команду после выборов. Во многом это же зависит от руководителя. Как вы думаете? Много. Он же выбирает команду. От руководителя, конечно, много. Ну, смена караулов прошла, поэтому легко говорить, а когда в стране не все так хорошо, то трудно общаться с народом. И потом еще, в общем, всего 12 лет. 6 лет первым замом и 12 лет руководителем района. К вопросу о команде, раз уж мы обратились. Для вас наиболее важные качества в человеке, с которым вы работаете? Честность, порядочность и компетентность. Ну, компетентность можно подучить человека. Да, можно. Или заместители дать опытного этому человеку, руководителю, дать опытного. И если ты не дурак, то в течение года, там, в двух ты становишься руководителем хорошим. Поэтому тут нет проблемы, нет никаких инсинуаций. Старайся и веди себя по-честному, и все придет. 12 лет работы в должности руководителя Щелковского района – это срок довольно большой. По словам тех, кто работал рука об руку с Леонидом Твердохлебовым, это плодотворный и яркий период в развитии и становлении района и города. Окружали Леонида Андреевича разные люди. Со своими взглядами, идеями, убеждениями, со многими из них, Леонид Твердохлебов начинал и продолжал работу. И сегодня многие признают, Леонид Твердохлебов – это человек слова и главное дело. Строгий, порядочный, ответственный. Было очень хорошо и интересно работать. Мне очень запомнилась наша первая официальная встреча с ним на приемке дома. На приемке дома, как всегда, были какие-то недостатки. Ну и я отказалась подписывать акт госкомиссии. А он говорит, я напишу гарантийное письмо. Я возмутилась, что у меня гарантийных письм очень много, а дела мало. Принес он письмо гарантийное на месяц. Через две недели. Звонок по телефону. У тебя время есть? Я говорю, есть. Приходи, я все доделал по дому. И это было первое гарантийное письмо, выполненное в течение короткого срока. Сказал, сказал, сделал. Человек очень профессиональный. Человек, который знает свое дело, требователен к себе и к другим. Обладает замечательными организаторскими способностями. Интересный собеседник. Мне в жизни, я думаю, везет, иногда с друзьями. Если можно, вот если Леонид Андреевич разрешает, чтобы я называл его другом, а вообще-то я его больше называю учителем. Леонид Андреевича нету тем, которые он не знает. Я вот до сих пор стараюсь подражать ему, хотя, может быть, уже сложно, но в то же время там про медицину он все знает, там финансы он знает. Ну, про строительство понятно, что он профессиональный строитель, поэтому я благодарен ему, что вот есть такой человек. Это человек с большой буквы. Это, я считаю, в Щелковском районе одна из величин, которые создавали Щелковский район. И для Щелковского района, я считаю, очень повезло, что Леонид Андреевич вообще у нас был руководителем. Говоря о работе за вот эти ваши три срока, нельзя о ней сказать о том, что и сейчас многие люди говорят, старожилы. Я сама родилась в городе Щелково, и я уже видела город, когда он стал городом. Чувствуется. Я уже видела вот эту красоту, эти дороги. А чего ты говоришь с любовью чувствуешь? И дороги, и этот храм великолепный, и набережная, и много чего. И я знаю, что это все, в общем-то, в ваших рук дело. Это действительно так. Я хотел бы прокомментировать немножечко ваши слова. Мы понимали, что сразу ничего не получится. Это нужно терпеть. Значит, нужно на будущее заниматься проектами и документацией. И когда это будет востребовано, и появятся деньги, а мы не сомневались, потому что Сержлова Анатолия Степанович подписал Борис Николаевич Ельцина постановление президента о проведении экспериментов в Московской области. И отдали все народу. Нам все отдали. Представьте себе. Сейчас все забирают, а тогда все отдали. И Московская область за счет этого сохранилась. Было умное решение у губернатора. Мы заработали приличные деньги, приличные налоги. Самое главное, мы успели сделать документацию проекта. Самое главное. Вот даже сейчас появился Ледовый дворец. А 10 лет назад мы им занимались. То есть это все наработки того времени. Да. Мост через Клязьму с восстановленным храмом. Тоже все такое. Связанное с длительным, как бы отожрешляется, с длительным процессом. А на самом деле, потом, когда появляется возможность, мы имеем преимущество. Ну, он стадион. Он, мы же как, стадиону школу на Чкаловской. Школу, а здесь стадион. Громов, Борис Селыч. Привозим на объект. А здесь сажаем совет старейшим. 15 человек женщин примерно, я образно говорю. И 15 лет мужчин. Ну, попробуй, какой. Хоть ты генерал, герой Советского Союза. Чтобы отказать строить школу, да не в жизни получится. И так же Манеж привезли. И мы, главное, построили Манеж. Самый дешевый. И Борис Николаевич говорит, елки-подки, как же у тебя получается. А мы говорим, Борис Селыч. Мы верим, что у нас губернатор умный и поможет всегда. Ну, так немножко лезьте. Ну, человеку приятно. А он военный человек, да. Ему это вдвойне приятно. И таким образом вот приходилось иногда работать. Я советую нашим руководителям, я говорю, отличного контакта с губернатором. Никто не застрахован. Но нужно использовать эти моменты. И я думаю, что мы целиком и полностью это все решили. Потому что генералу Громову важно было, что его не подставляют и не подводят. Таким образом мы все наработали. Там планировки районные, пересечения дороги. Все, 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 все. Родильный дом последний, предпоследний. Мы же его проект наработали. Полностью проект готовый был, только деньги все. Ну, правда, эти ребята решили другой проект строить. Ну, я не обижаюсь, может быть, связанные деньги и были на проекте, на том, на новом. Я не знаю этого. Главное, построили, а вместе с ним благоустройство города идет. Я Валову Алексею Васильевичу часто звоню. Ну, не так часто, но звоню, когда нужно, есть что сказать. Я говорю, если есть вопросы, я как бы называю щадящие. Я говорю, вот тут надо посмотреть. Особенно, конечно, у меня кадровые вопросы важны. А где он молодец и делал большие дела, вот в этом году по благоустройству. Это же надо не просто сделать, а сделать качественно и быстро. Когда тебе дают деньги, их не освоить нужно, президент же показывает. Дают деньги, они освоить не могут, куда-то все уплывают. У нас все деньги пришли к адресатам. И это большое дело. Ну, и хочу еще рассказать, что обязательно нужно общение с руководством области. Других вариантов нет. Каждого на своем уровне. Ну, вот могу даже сказать, привести пример. Вот я приходил к губернатору, звонил. Мне говорили, Борис Ильич может принять тогда-то. Я говорю, хорошо, запишите. Я звонил напрямую в приемную. Записали. Я приезжаю, предположим, в 11, без 5, 11. Мне говорят, сейчас. Захожу. Он встречает, встает, подходит, руки пожимает, садится рядом за стол со мной. Ну, что, опять, наверное, вопросов 20 привез? Нет, я привез всего 10. Ну, если вы посмотрите из 10 кое-что уберете, это, конечно, ваше дело. Но лучше все отдать, потому что мы все продумали, и я к вам пришел как к последней инстанции. Все ваши замы уже в курсе вопросов и так далее. Ну, что вот я тебе все подписываю? Ну, мы же вас ни разу не подвели. Мы же ни разу не подвели, мы все сделали. Вы довольны? Ну, ладно, давай бумаги. А дальше начинал работать мой первый зам, Лобяна Ратюна Гайкович. Получили то, что получили, мы нормально работали. И когда пришло время завершения в восьмом году срока полномочий, я сказал, что я завязываю. 12 лет главой и 6 лет первым замом, достаточный период времени, мне 62 года, я говорю, я ухожу. Ну, ребята подумали, что выдает желаемое-то действительное. Даже на каком-то празднике мы там сидели, и все ребята подошли, мол, Владимир Андреевич, мы понимаем, что это понты были. Давайте, мол, начинать работать и все прочее. Я говорю, да нет, все. И я хотел, конечно, Юрия Крюкова. Ну, получилось маленькое противостояние и согласился в конечном итоге на Ганяева. А теперь жалею по некоторым вопросам. Жалею в том смысле слова не вообще кому-то, а жалею, что я оценил ситуацию так, что, ну, смена караула большая. Такого добиваться нельзя, чтобы всех под ребенком чистить. Должны, конечно, должна быть смена караула там и так далее, и новые лилийца. Но все в таком щадящем режиме. И себя ругал за то, что вот это дело не прочувствовал. Ну, знаете, если обратиться вот к тому периоду, да, скажем так, в этом плане, то нельзя не упомянуть так называемый 131-й закон, да, о местном самоуправлении. На ваш взгляд, что тогда происходило, чему он способствовал, чему он мешал? Как вам работалось вот? Ну, мне работалось нормально и нашим ребятам, друзьям. А вот когда мы начали его раздербанивать на поселение, когда начали формировать систему управления выборным образом, вот тут, конечно, много было вопросов. Сразу исчезла, как бы, вот централизация управлением экономикой. Все получили свои полномочия. Много функций с землеотводами, с лесными землями, с изменением категории земель и так далее, так далее. Все поплыло. Но цель-то была хорошая, приблизить власть к народу, в общем и в целом, если это так звучало. А в итоге? Ну, приблизили, если это можно сказать, что приблизили. Есть же и уголовные дела. Я считаю, что районы вот таким образом сделали двухступенчатую систему муниципальных образований, местного самоуправления. Поспешили. Популизм был. Надо было выстроить экономическую модель, а потом уже муниципалов. А то сейчас получается, у муниципалов полномочия есть, а их отбирают потихонечку и на уровень области отдают. Это первый признак того, что есть проблемы. Я не имею права эту тему обсуждать, особенно глубоко. Думаю, что это неправильно, потому что для того, чтобы оценивать ситуацию, я уже 7 лет не работаю. Я понимал и думал, что телевидение и газеты там, где можно с народом разговаривать. Это и не обязательно облизываться. Можно и культурно все это дело поправлять. Но мы еще уровень такого общения не прошли. И не поняли меня мой преемник Ганяев и еще там некоторые люди, Вягин, Дмитрий Борченков, не поняли, что это можно делать, спорят и для дела. Я вынужден был отступить. Даже предлагали мы совет старейшин сделать. Да, в полном смысле слова этого, чтобы это был рекомендательный какой-то орган. Это самоуправление, оно подразумевало не вообще выборщикам власть дать, а народу дать возможность высказаться, чтобы он сказал, вот только сейчас работает. Москва активно работает так сейчас. Вот если этот путь пройти спокойно, то тогда, возможно, диалог получится с населением. Но это очень сложно и трудно. Почему? Не работает система разделения бюджета, потому что все без денег. Сложный процесс. Из ничего сделать что-то. Поэтому будем надеяться, что президентской власти достаточно для того, чтобы повернуть ситуацию, чтобы народ понимал правильно. Он правильно может понимать только в нескольких моментах. Один из них главный, это что у него есть не кусок хлеба. А когда этого нет, то думай, не думай, а проблем будут. Поэтому дай бог, чтобы новое дополнение к местному законному местному самоправлению или корректировка, может быть, сыграет свою роль. Я бы был очень рад, если и сказал, и Валову, и Сорбцеву говорил, если нужно что-то от меня лично, я готов всегда, вы знаете, сказать, дать экспертную оценку, так далее, так далее. Человек очень энергичный, который разбирается во всех вопросах и поддерживает тех, в ком видит желание идти вперед и делать лучшее. Ставя человека в определенную ситуацию, Леонид Андреевич, он его растил, воспитывал через сложности. То есть у него очень хорошее качество. Он воспитал очень много сильных и грамотных управленцев. Да, порой жестко, да, порой, так знаете, по-казачьи, но воспитал. Человек, который сделал себя сам, который своим личным примером показывал, как надо работать на благо родного района, как правильно работать на благо родного района. И вот все его оценки, которые он дает в ходе нашей сейчас совместной деятельности встреч, они для меня очень важны, потому что я знаю, что этот человек прошел тяжелый такой профессионально-хозяйственный труд. Он был и в легкие времена, и в нелегкие времена, всегда востребован. Он многое сделал для района, поэтому только поклон. Вы рассуждаете, вы говорите, и я понимаю, что вы истинный строитель. Потому что так рассуждает человек, который созидает, который строит, который просчитывает, который планирует. Вот все ваши высказывания, они действительно очень отражают вашу специфику и вашу профессию. Ну, понятно. Вот инженер-строитель, а вообще вы эту профессию выбрали как? Я решил после школы, 11 класса, поступить в училище морское подводников в Питере. О, вас в море тянуло? Получилось так, прошли комиссию, нас записали, сформировали группу. Ну, тут в Питер пригнали нахимовцев и нас отпустили. У отца знакомый был, руководитель треста мощного строительного. А тот говорит, а что вы мучаетесь, дураки? Строитель, строитель, это самое то, что нужно. А такой мужик был вот здоровенный. Я так посмотрел, посмотрел, посмотрел. Отец говорит, что слабо? Я говорю, да нет. Ну, поехал я в Волгоград, сдал документы. И на экзамены, на приемочные. Учиться было непросто? Ну, я спортом занимался сильно. Я знаю, даже боксом конкретно. Да, поэтому мне некогда было расценивать, нравится, не нравится. Практицизм такой. Есть поступил, есть тема. Учиться, держать себя. А там видно будет. Надо сначала пройти этот путь. То есть бокс сформулировал у вас такие качества? Взялся, вышел и пошел? Мы еще в школе занимались сами ребята боксом. Самостоятельно? По книге, да. Ну да, раньше же в основном так. Ну и вот, приучились к самостоятельности. Ну, потом пришло время, когда нужно было принимать решение. Или заниматься профессиональным боксом, или идти по профессии. Ну, конечно, время зря терять не надо. Профессия важна. А, еще хочу сказать. Как жену свою нашел. Приезжаю в город Красный Кут, уже на распределение. Приехал туда, меня назначили каким-то начальником, сейчас точно не помню. Ну, потом замдиректора по строительству назначили. Жил и спал в комнате, в конторе. И потом начали готовить молодежь, комсомольцы там. Ну, и мне же было где-то 23, что ли. Начали готовить концерт, а Тамара, моя партнерша, оказалась в этой художественной самодеятельности. Шел провожать. Ну, и так вот начали встречаться. Так возникла крепкая ячейка общества, семья. Так я же в армию пошел. Меня в Абру послали. Она беременна была, осталась дома. Где-то в январе родилась дочка. А я на год пошел. Ну, от такой сентиментальной темы все-таки... Да, я поэтому остановился. Да, приятный момент, очень важный, трогательный. А хотелось бы обратиться к теме спорта. Я так понимаю, что он красной линией проходит через всю вашу жизнь. И вот это замечательное здание, потрясающий универсальный спорткомплекс, который, я так знаю, превратился в универсальный, потом уже в ходе его строительства, стадион, да, здесь был. Вот я насколько знаю, здесь вообще-то место-то было такое. Мы объединили площадку, мы здесь людей выселили, начали строить, и наоборот, под манеж подсунули стадион. И получили финансирование деньги. И там же, там же новое запасное поле, новое поле, трибуны, под трибунные помещения, здесь котельная, все инженерная инфраструктура. Ну, в общем, получился комплекс настоящий. Это, наверное, одно из самых масштабных, и я предположу, очень важных строений для вас лично. Ну, мне, например, понравился сейчас Ледяной дворец. Вот построили новые ребята. Замечательный объект. И там можно развить школу конькобежную, там место есть. Вот, поэтому на Воронке игровой зал, теннисный клуб, теннисный зал. Но кроме этого центра до последних лет ничего не было, кроме этого комплекса. Что это для вас лично, и как эта идея возникла, как она реализовалась? Немножечко об этом. Да, стало обидно, что мы не попали в программу развития Московской области со спортивными объектами. Мы не попали в Челковский район. Ну, пришлось включать все умыслимые и немыслимые ресурсы. Паре сел, сюда привезли и показали, что мы сносим дома, переселяем людей, готовим, выделяем их, аварийное жильея. Да, он поддержал. Точно, за год построишь? Да. Ну, точно. Да, ну я-то открываю, говорит, ты финансируй, но смотри, если ты не построишь все, что ты наобещал, тогда берегись. И мы сделали, показали, и самое главное, он удивился. Говорит, у вас, говорит, самый дешевый объект получился. Я говорю, ну мы же не будем воровать сами у себя-то. Нет, так и разговор идет. Говорит, мы же не воруем сами у себя. Мы делаем для людей, для народа. А увидела конструкцию, дерево клееных конструкций, вот они, видите? Увидели у своих попротивов финнов. В общем, получилось то, что мы задумали. Не всегда это получается, но получилось. А потом теннисный клуб на воронке. Тоже как бы вот быстро возводимые дутики, американская технология. И вот то, что сейчас спортивный игровой дворец там тоже, это тоже звенья одной цепи. Далеко не каждый руководитель муниципального района награжден дипломами от руководителей самого высокого спортивного уровня. Например, этот диплом подписан президентом Международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем за развитие олимпийского движения. А этот вручен президентом РФС. В том, что Леонид Твердохлебов внес особый большой вклад в развитие, в том числе и спорта, и мини-футбола в Щелковском районе, не возникает никаких сомнений. И сегодня об этом с удовольствием говорят его коллеги и друзья. Леонид Андреевич – это эпоха в развитии мини-футбола не только в Московской области, но и в России. Он внес огромный след, оставил в развитии этого вида спорта. Он просто был молодцом. Я могу только поблагодарить его от своего имени, от имени болельщиков за внимание и заботу, которую он приведел к этому. Мы сталкивались с такими моментами, когда люди вставали, создавали протест. Четвертая школа, например, когда люди действительно подняли такой бунт, скажем так. Ну не бунт, но возмущение было. Когда старая школа осталась? Да, да. Когда, опять же, наверняка снос домов был. То есть как вы с этим работали, да? То есть что вы им говорили? Как убедить человека, даже не то, что убедить? Ведь он же поблагодарит вас, ведь они сейчас благодарны. Но сначала это вызывает возмущение протеста. Понимаю, что делаю. Если руководитель района или города обманывает людей, то какой бы ты красивый ни был, тебе никто не поверит. А когда не обманывают, говорит правду и обещают сделать, предположим, там, жилье построить и выделить жилье. Делать нужно правильно все и не оттягивать, не относить там на какие-то там годы, десятилетия, а решать вот сегодня в этой жизни, вот в этой ситуации. Не все могут, возможностей не бывает всех. У нас были такие возможности. Потому что активно, серьезно работали с администрацией Московской области. Выстроили по вертикали. Ну и поход к губернатору, поход к первому заму и все прочее. Это немаловажный такой момент, что верят и те, и люди верят, и эти верят. Руководители. Я здесь живу, в Щелковском районе, 26 лет уже. И за это время, когда Ленин Андреевич стал главой Щелковского района, Щелкова изменилась очень. Был построен стадион «Спартак» имени Николая Николаевича Озерова. Были построены также социальные объекты, больницы, школы, дороги. У него был сплоченный коллектив, который он создал вокруг себя. Это коллектив единомышленников, которые именно поставили задачу сделать Щелково одним из лучших городов Подмосковья. Можно перечислять немало объектов, построенных вами в ваш период. Но мне бы хотелось особо отметить еще строительство в Щелковой мечети. Опять у нас с Борисом Селчим клинч получился. Какой-то был протест? Нет, едем. Я говорю, я сейчас площадку вам покажу. Мечеть строим. А он же с Афгана пришел. Да я насмотрелся на Афгане. Я говорю, что, неинтересно, что ли? Хорошая мечеть будет. Первая в Московской области. Она не первая была, вторая, по-моему, и третья. Ну, попал я не туда. Но он потом ему говорит, я потом посмотрел. Молодцы. Но вначале первое ощущение было, мол, что там дурака валяете? А потом понял. Тоже видно, как руководителю важно ситуацию для себя лично поменять, рассмотреть. И там ребята две смены сами строили, работали. И главную площадку делать. А так это получилось очень хорошо. У нас диаспора такая мощная, мощная, мусульманская. И они получили такой подарок. Ну, там помогали все, конечно. С миру по нитке голом рубаха так и здесь. Дороги. Не могу эту тему обойти никак. Уж не обойдешь ее никак. До определенного периода, ну, многие, опять же, старожилы говорят о том, что некоторые улицы и улицами-то назвать нельзя. И дороги, дорог-то не было. Вот на ваш взгляд, что это дало городу, новые дороги? И насколько процесс этот был трудоемкий, опять же, и насколько необходимый? Потому что город – это, по сути, дороги. Лиль, ты понимаешь? Построить дорогу – это один из компонентов строительства. Но важный. Коммуникации, фортификационные, ливневки там и освещение и так далее. Это целый инженерный комплекс. Поэтому, ведя по общей такой принятой системе, что это для народа, чтобы ездить на машинах, мы на самом деле реконструировали город. И это знаменитая реконструкция Пролетарского проспекта. Да, и она приводила к результату. И ничего не надо было изобретать. Мы защищали документацию. МОЗ Автодор, наш помощник, он все подрядные дела делал. Ну, тоже так договорились и прочее. Все по-джентюменски и так далее. Через них пропускали деньги. И все получалось. И грамотно получалось. Ну, вот сейчас хочу, вот, Валова похвалить хочу Алексея Васильевича. Я ему уже говорил. Как они пробили деньги, но сейчас на Чкаловской завершается, в Звездном городке. Молодцы, молодцы просто. Что молодцы не то, что выбили, а молодцы то, что уложили. Мы страдали всегда как? Деньги дают, потом в конце года вроде отдают тебе. Ты их никуда не можешь приспособить, только снег посыпать. Отдаешь кому-то, дяде Васе. Дядя Вася на них работает, а потом все равно денег нет. Поэтому хороший пример. Вот сейчас по дорогам по Щелково. Вот у новой администрации хватило ума и желания. И нашли людей. Я рад, что вот в этом году такие объемы сделали. Это на самом деле очень серьезно и профессионально. Вы заметили, если да, то стали работать с улицами именно. Вот с дворовыми территориями, с улицами. Наблюдаете эту работу? Именно заниматься придворовыми территориями. У вас хватало в тот период возможностей каких-то? Когда может у строителей хватать? То есть рассматривали эти? Рассматривали, планировали, но всегда все мало было. Потому что два дорожно-ремонтно-строительных управления, два в Щелково было, которые с лета подхватывали все. Только дай. Это хорошая идея. Вот, например, родильный дом. А примыкающая территория? Вот тут есть свои нюансы, но они же достойно вышли. Блоустройство, беговая дорожка, велосипедная дорожка, да, так далее. Молодцы. А для вас дорожный объект какой наиболее, скажем так, может быть важный? Хотели бы выделить? Есть какие-то моменты, которые сидят? Вы считаете, в истории нашего района, вот в ваш непосредственный период были сделаны и сделаны вовремя, и значимо, скажем так, значительно? Ну, даже не знаю, все серьезные объекты. Взять еще Толстинскую улицу, мост, не знаю, переход нужен, вот у насосного завода надо построить переход. И тогда с Ачкаловской можно выходить, с Ачкаловской и со Щелково можно выходить через мост напрямую на Москву. И здесь через Клязьбу выходить на, это самое, насосный, не насосный завод, а золотой завод, выходить здесь на городскую трассу. Вот если мы бы сделали вот эти два соединения, то у нас тогда бы звучало правильно все. Обращаясь к мостам, а что вот это за история с продажей, с передачей, да, с передачей из муниципальной в частной собственности моста, вот этого так называемого старого? Пешеходный мост. Да, пешеходный мост. Что это за история такая? Он был никому не нужен, все его бросили, мы подобрали, узаконили, включили в строительство рынок. А в рынок мы включили, посчитали как наш вклад и уставной капитал. А потом, когда завершили всю стройку, продали, нам деньги вернули и вложили в следующий мост, ну, в дорожные работы. Так что там, это Еремеевцева там что-то пыталась найти, ну, мы сделали все как положено. И сейчас жалко, конечно, Борченкова, что он не сумел построить этот пешеходный мост. Вам жалко мост или Борченкова? Жалко мост, да и Борченкова вроде много сделал, я не знаю, что там творится, но, наверное, знают люди, наверное. Но вот эта зона набережной, да, зону я ее так нехорошо назвала, территория набережной Серафима Саровского, да? Ведь это же тоже, по сути, дело-то ваших рук. То есть я имею в виду облагораживание этой территории. Ну, мы деньги выбили. Вы выбили деньги на это. То есть это же территория, за которую, я так понимаю, вы тоже, в общем-то, поручились. И в какой-то момент она оказалась такой, скажем так, не совсем завершенной, и в том числе из-за этого моста. Ну да, у меня Дмитрий приходил, мы ходили на место, выходили, смотрели. Там, где храм построили. Жалко, конечно, так получилось, что недостроено все оказалось. Ну, я думаю, новые собственники появятся, с ними можно будет договориться, вложить деньги. Жалко, что так получилось. Я очень жалею. Там двухуровневый торговый комплекс, пищевой. Там проходы, проезды. Ну, серьезный объект. Ну, уже то, что они построили котельную, и продавать будут городу тепло, но дом застрял. Ну, ладно. Там правоохранительная система разберется. Несомненно. Не могу, опять же, не обойти тему 60-х годов, 60-ников. Вот вас слушаешь, и у меня невольно рождается впечатление, что вот та эпоха, когда человек впервые летел в космос, когда человек впервые, ну, впервые многое было для страны. Вот скажите, ваши, скажем так, ощущения, ваши какие-то корни оттуда, вот из той эпохи, друзья, может быть, остались тех лет, с которыми вы общаетесь? К сожалению, друзья ушли. Не то, что корни, а ощущения, ощущения гордости и радости за свою страну. Потому что, если Советский Союз, то все внимательно нас слушали и смотрели. Ну, я надеюсь, что сегодняшняя молодежь возьмет все хорошее из того периода, когда было, добавит своих знаний, потому что информатики много, можно все почитать, можно все посмотреть. И если, конечно, власть будет с уложением относиться к этому процессу и помогать, я думаю, вот эта ситуация, связанная с реформированием муниципального образования, муниципальных образований в области, власти, принесет свои плоды, то все будет хорошо. Надо верить. Вот мы верили. Ну, было во что верить, но верили. И спокойно спали, спокойно ходили на работу. Дай Бог, чтобы вы, молодые, этим запасом воспользовались. Потому что уходит поколение, и не так долго этот процесс будет проходить, и надо воспользоваться ситуацией. Говоря о вере, я знаю, что вы лично участвовали в восстановлении Троицкого собора. Это действительно огромное дело. И очень красивый фаянсовый иконостас, который там сейчас, который все любуются. Это тоже... Гелия, ты знаешь, что мы где его нашли? Расскажите, очень интересно. В Краме на Крове, в Свердловске, нижний уровень, не верхний, а нижний уровень, сделан вот из такого материала. Я когда приехал в Щелково, отцу Сергию сказал, рассмотайтесь, посмотрите. И мы через церковь нашли... А, и отец Сергий поехал, отец Сергий поехал. Приехали, красота, липота, иконостас мраморный. Все, берем. И мы начали заключить договор с компанией, которая производит иконостас, и их монтирует. Ну, тут, конечно, как народная стройка. Я знаю, что многие принимали участие, да? Да, много. Много предпринимателей, врачей, физических лиц. Мы с Тамарой тоже там поучаствовали. Для вас это важный момент, вот именно по-человечески? По-личному, да. У меня семья, дед был репрессирован. И они оттуда, из Днепра, казацкие, от казачества. Ну, я не мог в ней участвовать, потому что верю в православие. Ездил в Иерусалим. И места все связаны с Богородицей и Иисусом Христом. Это очень важный момент. Это очень серьезно с точки зрения человека, верящего в свою религию. Надо пережить, это надо понять. Вы говорите, что многие люди помогали. И ведь это очень важно, на мой взгляд, что люди вам верят, вы даете им уверенность, они с вами работают. И предприниматели. Предприниматели, ведь это же изначально очень сильный класс в России. Люди, которые вносят свою лепту, люди, с которыми необходимо работать. Я знаю, что ваша работа с предпринимателями строилась тоже очень плотно. Вот на ваш взгляд, насколько важно это, чтобы руководитель выстраивал отношения с предпринимателями? И как их выстроить? Ну, не только предприниматели, а руководители серьезных объектов. Ну, да. Ну, им важно было тоже участвовать в этом процессе, как самоутверждение нормальных ценов России. Это обоюдный процесс. И он создал такой симбиоз власти и предпринимателей. Леонид Андреевич, а какая историческая эпоха российская вам наиболее близка? Интересно. Я думаю, у меня в кабинете висел Петр I. Переустройство России. Да, интересная эпоха. Ведь многие говорят, что Петр I есть мнение, что он пытался навязать, а я думаю, что мое мнение, что не навязать. Он хотел, чтобы Россия стала лучше Европы. Я думаю, что вы правы. Но это сложный процесс опять, потому что он в сравнении идет с тем периодом. Мы живем в другую техническую, экономическую и государственную эпоху. Важно, что мы сравниваем и говорим об этом. И это уже признание. Хотя тут много тоже начудили и в этой эпохе. Несомненно, это каждая историческая эпоха, она противоречива. Вы в Звездном, там недалеко живете, да, я так понимаю, и общаетесь наверняка со многими нашими ныне живущими космонавтами. Я знаю, что вы с этими людьми, в общем-то, дружны, и что они вам благодарны и тоже с удовольствием вспоминают вот период вашего руководства. Кстати, из таких друзей людей есть у вас сейчас? Вы с ними общаетесь? Ну, Петр Ильич Климок рядом, конфетками детей угощает. Мы против того, чтобы сладости. И он, Волков Сан-Санч, замглавой администрации. Ну, Алексей Архипович самым понятно. Валентин Владимировна понятно. Они вас очень тепло вспоминают, да. Ну, они все хорошие люди все. Видите, как изменился город, нравится вам? Это Леониду Андреевичу надо сказать спасибо. Он сделал город, Леонид Андреевич, государственный человек. И вот я знаю-то их всех с самого начала, кто, как делал. Столько для города, сколько он, никто не сделал. Очень толковый, но уважаемый человек Леня. Такие разные люди живут у нас на Щелковской земле. Заметьте, какие люди. Да, их надо показывать. Да, потому что это действительно пример культурной, духовной развитости нашей страны. Действительно. Как и вы, впрочем. Я бы хотела вас поблагодарить. Знаете, во-первых, от лица нашего телевидения, от нашего коллектива, потому что... Я люблю Щелковское телевидение и то, кто работает там. А мы вас любим очень. Молодцы. И вспоминаем вас тепло, и наши многие люди, которые работали. И мы движение хорошее, сильное сделали. Только об этом люди должны знать. Ну вот мы стараемся, чтобы об этом людям знали. Я вас хочу поблагодарить от нашего коллектива, потому что многое вы сделали для нас, для нашего телевидения. И хочу, чтобы вы своим любимым жителям, своего любимого Щелковского района, что-то пожелали в камеру. Я хочу сказать о том, что надо верить тому, что происходит сегодня в жизни Российской Федерации. И в частности, работа и деятельность нашего президента Владимира Владимировича. Это человек, который взял на себя тяжелейший груз переустройству страны. Достоин огромного уважения и признательного всего населения Щелковского муниципального района. Я очень рад, что у меня была возможность всегда с властью решать вопросы людские, как бы чисто людей, которые ходят по земле, которые не на машинах гоняют, а которые по земле. И у нас получалось с ними неплохо. Поэтому желаю счастья, здоровья, успехов всяческих, семейного благополучия. Ну и верить, что все будет нормально в России. Что будут и деньги, и все остальное. Надо только верить и ждать. Придется подождать немножко. Чтобы никто на Россию не нападал, не грозил нам, не указывал, как жить. У нас самих, как бы, семь-пять во льву. Мы можем управлять своей страной и можем развиваться. Для этого все есть. И было бы желание. Ну а мы будем работать на благо, в том числе нашей родной Щелковской земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова